Будьте благословены, дорогие братья и сёстры, дорогая Церковь Сила Веры в рассеянии. Пусть Бог благословит сегодня каждого, где бы вы ни находились. Пусть Бог наполнит вас своей любовью, своим миром, своей благодатью и помогает во всех сферах вашей жизни, чтобы пришло устройство, благословение, ответы и решения на ваши нужды и молитвы. И сегодня наша молитвенная комната. Какое это чудесное время, когда мы можем объединяться в молитве к нашему Господу и быть услышанными. И сегодня я бы хотела кратко поделиться Псалом 61 и обратить наше внимание на 9 стих. Знаете, он меня очень коснулся. Еще очень давно это слово, оно меня просто подняло. Когда было тяжелое время, когда я читала этот Псалом, и это местоисписание просто, оно засветилось в моем сердце. И я действительно его приняла с верой и сделала то, что там написано. Также и хочу поделиться с вами, и если вы это сделаете, это будет благословением для каждого. Я имею в виду, примите, поверите и используйте это слово в свою жизнь. Потому что здесь говорится, это 9 стих. Еще один перевод. Мне понравился. Надейся на него, народ, во всякое время, сердце свое перед ним изливай, ведь Бог наше прибежище. Также еще один перевод. Люди, не прекращайте веровать в него, ему изливайте свое сердце, лишь в нем одном спасение найдем. Чудесное слово, великолепное слово ведет нас к нашему Господу, где мы можем открыться, где мы можем излить свое сердце, где мы можем рассказать о всех наших радостях, победах, о всех наших печалях. Может быть, о нашем здоровье, о наших детях, о ситуации, которая сложилась вокруг нас. Дорогие, есть место, где мы можем излить свое сердце. Это перед Господом. Слово Божие говорит, что когда мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, Он прощает и очищает нас от всякой неправды. Но мы же знаем, что мы исповедуемся, да и аминь. И это очень хорошо, когда мы осознаем свои ошибки, свои промахи, свои грехи и идем к Богу и изливаем свою душу и свое сердце. Но исповедоваться и рассказывать Богу можно все, что есть у нас в жизни. Это единственный наш источник жизни, где мы можем излить свою душу и рассказать так, как есть, не боясь. Даже если сегодня брат или сестра что-то случилось, упали, разбились, согрешили, может быть, что же настолько уже давит угнетение или же чувство вины за что-то или за кого-то. Дорогие, это сегодня время излить свою душу перед нашим Господом. Во всякое время написал Господь, давайте мы сегодня поверим в это слово и будем изливать свою душу. Расскажем Богу в том, в чем мы сегодня нуждаемся. Знаете, зачем нам это надо? Чтобы молиться и поддерживать кого-то, нам необходимо свое сердце и свой светильник поправить перед Господом. Потому что, когда мы можем искренне говорить с Богом о себе, тогда нам будет легче молиться и о других и поддерживать других. Поэтому, что бы ни произошло сегодня, что бы ни случилось, пусть Бог поможет каждому из нас воспрять духом, сердцем, душой. Исповедоваться, надо покаяться, покаяться. А можно излить свою душу и поделиться своими радостями или же какими-то победами. Дорогие, это все включает в себя. Это излить свое сердце, увидеть в Боге спасение. И еще раз, люди, не прекращайте веровать в Него. Ему излить свое сердце, лишь в Нем одном спасение найдем. Лишь в Нем одном спасение найдем. Пусть Бог благословит. Пусть Бог хранит. Не будем бояться Бога. Не будем бояться идти и говорить с Ним. Вы знаете, это благословение. Когда ты в своем сердце понимаешь, что тебя любят, тебя принимают, тебя выслушивают, тебе готовы протянуть руку помощи в любое время. Дорогие, пусть Бог благословит. И откроет каждому из нас, что мы любимы Богом, что мы Ему нужны, что мы Его люди, что мы Его народ, что мы Его дети. И мы можем прийти и сказать, Бог, вот я, возьми меня. Вот мое сердце, вот оно, да, оно испачкано. Помоги мне, пожалуйста, очиститься и осветиться. Я хочу быть с тобой, мой Бог, везде и во всем. Я хочу быть в Твоей воле. Я хочу быть в Твоем слове. Я хочу жить Твоим словом. Я хочу верить в Твое слово во всем и везде и всегда. Употреби меня. Сделай все то, что Ты видишь и считаешь с моей жизнью. Помоги мне просто следовать Твоей воле и Твоим путям. Пусть Бог благословит. И пусть наша молитва сегодня, она будет услышана Богом и принята Богом, потому что мы любимые. Мы любимые дети нашего Отца. С миром Божиим, дорогие. Пусть Бог хранит каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.